Трамп отстранился от спикера Майка Джонсона. Еще недавно Трамп призывал республиканцев не отстранять своего спикера из-за попыток выделить транши Израилю и Украине, не уделяя должного внимания сохранению южных границ США. Теперь Трамп почувствовал, что повестка изменилась и дал своим сторонникам карт-бланш. Сам Трамп уже несколько дней проводит в судебном Аду Нью-Йорка, где пытаются отобрать присяжных для его уголовного дела. Многих отклонили из-за явной предвзятости к Трампу, но даже и те, кого отбирают, вряд ли будут судить объективно. Ведь задача демократов в прокуратуре Нью-Йорка как можно быстрее признать Трампа виновным и дать ему статус уголовника. Тем временем Байден пытается уже совсем нагло перехватить повестку Трампа. Он пообещал рабочим в Пенсильвании повысить до 15% тарифы на импорт китайской стали и алюминия. Все ради их голосов. Впрочем, в последних опросах рейтинг Байдена упал до 38%, и сильно больше американцев 41 против 34 доверяют именно Трампу в вопросах экономики. Надежды демократов вывести Трампа из игры с судебным давлением не оправдываются. Это скорее лишь мотивирует Трампа идти к победе, а затем отомстить своим недругам и попытаться восстановить институты доверия к судам и юридической системе. И провести реформы ФБР и ЦРУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова